В Самаре реставрирует усадьбу Зеленко. Глава города приняла личное участие в малярных работах. Чтобы дети не пробирались к знаниям сквозь тернии, в Самаре к первому сентября косит траву на пришкольных участках. Подняли паруса. На Волге прошла регата памяти легендарного спортсмена и основоположника парусного спорта Самары. Масштабное обновление Самары. Улицы, дворы и фасады зданий приводят в порядок. Часть из них отремонтируют и благоустроят к чемпионату мира по футболу. Но и после мундиаля работы будут продолжены. Кроме того, Самара стала участницей федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Планы на этот год узнал Олег Зверев. Метр за метром усадьба Зеленко снова становится единым архитектурным комплексом. Дом по адресу улицы Самарской, 179, одно из четырех зданий, которые ремонтируют волонтеры Том Сойерфеста. Качество постройки таково, что здание позапрошлого века простоит еще сто лет. А вот фасад пришел в запустение. Чтобы восстановить его, глава города принял личное участие в малярных работах. Но это счастье, что мы можем сохранить наследие. Мы хотели бы видеть вообще это усадьбой, как это изначально было. Усадьба Зеленко. Она и предполагала дом-особняк Зеленко, и флигель, и пристрой к флигелю. Самара обновляется ежедневно. Задача, чтобы в первую очередь в историческом центре не осталось ни одного неухоженного здания. Часть из них приведут в порядок к чемпионату мира по футболу. В этом году будет отремонтировано 174 фасада. Большой вклад в эту работу вносят предприятия и общественные организации, которые по инициативе главы города стали участниками соглашения по созданию комфортной городской среды. Кроме того, в Самаре реализуются федеральные программы. Будут благоустроены почти 200 дворов, а также улицы, парки и скверы. Во всех проектах были учтены пожелания горожан. То, что за город взялись, и так мощно, и на каждом углу нашего большого города, не только в старом центре, но и в принципе, и в спальных районах, это, конечно, не может не радовать, потому что слишком много лет, такое ощущение, что Самары не занимались совсем. И, конечно, это радует, потому что наш город достоин гораздо большего, а в старом центре у нас много и памятников архитектуры. И программа «Максимум» сохранить для потомков уютные дворики Старой Самары. Олег Зверев, Константин Головин. События. Более 300 протоколов составили специалисты городской административной инспекции на управляющие компании, которые не уложились в график по покосу травы. Сейчас в городе остается еще более сотни дворов, где не ступала нога косаря. За неделю управляющие компании привели в порядок 26 дворов. Такой показатель на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства оценили как неудовлетворительный. Также поросли травой еще 102 участка, которые находятся в ведении районных администраций, восстающих Кировский и Промышленный. В преддверии нового учебного года особое внимание поручено уделить территориям возле школ и детских садов. Сейчас в списке на покос остаются 40 адресов. Наступают последние дни, последние декады перед началом учебного года, поэтому особое внимание, конечно, уделяем это санитарному содержанию непосредственно территорий на школах, так и прилегающих территориях. Далее коротко о других событиях дня. Ракета-носитель, разработанный в Самарском РКЦ «Прогресс», выведет на орбиту два корейских спутника, сообщает Роскосмос. Соответствующие соглашения заключены между компанией «Главкосмос», «Спусковые услуги» и «Республикой Корея». Вместе со спутниками планируется выведение на орбиту других полезных нагрузок. Самарские ОМОНовцы Росгвардии уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Снаряды были найдены мужчины на своем дачном участке в поселке Горелый Хутор, о чем он сразу же сообщил в полицию. Саперы осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что это боеприпасы для 82-мм миномета периода Великой Отечественной войны со следами коррозии. Учитывая то, что мины были оснащены взрывателями и представляли реальную угрозу, ОМОНовцы обезвредили их на месте. В Самаре внедорожник снес опору контактной сети трамвая и перевернулся. Движение трамваев было парализовано. ДТП произошло накануне в 10-м часу вечера на улице Фрунзе. По словам очевидцев, водитель автомобиля Ниссан, не справившись с управлением, врезался в опору контактной сети трамвая, затем перевернулся. Автомобилист отделался царапинами и ушибами, а вот его машина получила серьезные повреждения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. Из Самарской области выдворили еще 30 иностранцев. Всего за этот год из региона депортировали более 570 нелегалов. В основном домой возвращаются жители Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Они чаще других не соблюдают правила пребывания на территории России. Почти половина нелегалов едет на родину за собственный счет. До 32 градусов прогреется воздух Самарской области в ближайшие дни. По сведениям Гидромедцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям. Во вторник и среду синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, днем 27-32. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Волга забелела парусами. 20 крейсерских яхт приняли участие в двухдневной регате, посвященной памяти легендарного советского спортсмена Николая Мясникова. Первый олимпийский чемпион СССР был одним из основоположников парусного спорта в Куйбышеве. Регата в его честь проходит, начиная с 1974 года. Инга Пеннер, прошедшая гонку вместе с одним из экипажей, доказала – женщина на борту не к беде, а к победе. Быстрее! Пошли! Быстрее! Не залезайся! Грот добирай! Не залезайся! Добирай, добирай грот! Еще, еще, еще! Пошли, грот собрать! Азарт, адреналин и быстрота реакции. Дорога каждая секунда. Это ветер дует всем одинаково, а позиция у каждой яхты разная. И потому многое зависит именно от самого старта. Все, 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 успокоились, поехали. Передышка небольшая. После поворота для того, чтобы ловить попутный ветер, команда поднимает третий парус. Яхтмена его называют геннакер. Он самый большой, эффективный и, безусловно, самый эффектный. Алый, словно дань героям Грина. Впрочем, суровые речные волки в романтическом настрое не признаются. Нет, такая ткань была. Просто ткань такая, случайно. Какого-то есть, то есть того, что... Яхта уверенно набирает скорость в четыре узла. Сегодня ей предстоит пройти три коротких дистанции по три морских мили каждая. Такие спринты особенно держат в тонусе, признается капитан Владимир Самсонов. Он уже 40 лет ходит под парусом и давно для себя вывел формулу победы. Максимум мастерства и капли удачи. Элемент удачи всегда присутствует, но удача, она... И то, что здесь старт, как бы старт динамический, поэтому важно не отвлекаться перед стартом, а сконцентрироваться. Когда на финише проигрываешь, там два метра всего. Мы гоняемся, допустим, двое суток, там выиграл и проиграл, допустим, там две минуты просто. Вот сейчас мы и проверим правила, которые известны каждому ребенку. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Судно, экипаж которого любезно согласился взять нашу съемочную группу на борт, называется «Ракета С» и не раз побеждала в гонках. Кстати, сейчас мы в числе первых. Сфу-тьфу, чтобы не сглазить. Регата, посвященная памяти Николая Мясникова, он был первым олимпийским чемпионом СССР, проходит уже в 44-й раз. Это сейчас на Средней Волге одиноко белеют не больше пара десятков парусов. А ведь были времена, когда эти волны растекали не меньше двух сотен яхт со всего Союза. Вспоминает Михаил Кольцов, ученик Мясникова и сам уже человек-легенда, отдавший парусному спорту более полувека. Волга белела парусами. Они отличаются очень сильно. Сравнить невозможно, извините, небо и земля. У меня в яхт-клубе было больше двухсот вымпелов, двести. Это был один из крупнейших яхт-клубов в стране, тем более вузовский. Парусный спорт из массового, который поддерживался государством, постепенно превратился в элитарный, но тем ценнее хорошие показатели в гонке. Кстати, команда «Самары ГИС» даром, что женщина была на борту, яхте ракеты «С» принесла удачу. На финиш она пришла первой. Инга Пеннер, Василий Калдашов, События. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. В России сегодня отмечают день флага. Чтобы напомнить о знаковой дате, в Самаре на улице Ленинградской раздавали триколоры. Небазарный день в Октябрьском районе Самары штрафуют незаконных лоточников. Первое сентября все ближе. Безопасность и защищенность школ Самары обсудили на антитеррористической комиссии в мэрии. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok